13.06. Кирове, программа «Особое мнение» в эфире, у микрофона Светлана Занько. «Особое мнение» сегодня высказывает юрист Ян Чаптарёв. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Очень зацепила вчерашняя, или уже позавчерашняя, получается, программа «Персональная ваша», где Алексей Венедиктов высказывался на предмет задержания последнего полугодия, начиная от самого недавнего задержания Улюкаева и заканчивания Никиты Юрьевича Белых. И он зацепился за такой момент, что мы ведь знаем с вами об обстоятельствах задержаний и обвинительных каких-то вещах только со слов следствия. И ничего не знаем со стороны тех, кто был, собственно говоря, задержан. Что касается денег, что касается того, как это всё происходило. Скажите, пожалуйста, что за тайна следствия такая? Почему следствие может разглашать историю, то есть свою версию того, как происходило, и почему это произошло, и почему не обвиняют? Это вторая сторона ничего сказать вообще о происшедшем не может. Ну, что-то я с вами не согласен. Любой человек наверняка может поведать окружающим свою версию тех или иных событий. Другой вопрос, что, наверное, не может, а не хочет. И вот это как раз тот самый вопрос, который следует задавать и который лично мне представляется наиболее главным. Нам публично, широко в медийное пространство сразу же практически были выброшены новости о задержании министра Улюкаева и о задержании Никиты Юрьевича Белых, с комментариями, фотографиями, видеозаписями, сопровождением действующего тогда губернатора в наручниках в суд. И честно, я очень сильно ждал, что как минимум, либо лично, если получится, либо через адвокатов, но все-таки для граждан, для избирателей, для горожан попытка оправдаться, представить на наш общий суд свою версию происходящих событий, все-таки будет предпринято, и то, что ее до настоящего времени не последовало, хотя уже практически почти полгода прошло, но это, честно, очень странно, очень странно. В настоящий момент ни о какой тайне следствия речь по большому счету не идет. С точки зрения уголовно-процессуального кодекса, любой адвокат, допущенный к участию в деле, да, с него может быть отобрана подписка, что он обязуется не раскрывать содержание тех следственных действий, в которых он участвовал, но донести до избирателя, до гражданина, до кировчанина, где Никита Юрьевич достаточно длительное время работал, и причем многие сходятся во мнении, что не так уж и плохо работал, как некоторые, не донести свое видение той ситуации, которая имела место быть, но это откровенно странно. Это и неуважение с одной стороны, и может быть это показывает некоторую слабость позиции страны защиты, что точно так же вызывает опасения, неужели это все действительно правда, неужели действительно это взятка, да как же так. Ну, было сказано все-таки, отдадим справедливое, не петеричью, адвокатам, все-таки им было озвучено, что деньги, которые он получал, это были деньги на нужды конкретно города Кирова. Лукавство некоторое имеет место быть. А с чего мы еще хотим тогда от него? Что такое на нужды города Кирова? Вот мне непонятно, честно, вот я, Кировчанин, да, я видел, наблюдал, как с достаточно завидной регулярностью Никита Юрьевич участвовал в различного рода гуманитарных проектах, в открытии памятника, которые строились за его счеты, на его средства, правда сейчас не знаю, может быть там какая-то доля и средств других частных инвесторов, меня вот это интересует, например. То есть вы бы хотели полного раскрытия информации, что конкретно, куда шли деньги, для тех, которые он включил? Да, для чего, почему налички, почему не через фонды, на какие проекты для нужд города Кирова? Может быть Никита Юрьевич деньги брал на ремонт конкретно автодороги Киров-Русской, которая вот лично меня очень сильно не устраивает по качеству, если выяснится, что... Кому он их дал, если он у кого-то не брал, то кому их дал на ремонт этой дороги? Как вариант, либо куда он намеревался деньги потратить. То же самое касается и громкого последнего задержания министра Улюкаева, бывшего в настоящий момент уже министра Улюкаева. Ну, странно, я с трудом могу представить, как чиновник тащит ящики с долларами куда-то себе в машину. Вот что это такое? Либо это на самом деле Федеральная служба безопасности вскрыла гнойник на здоровом теле российского правительства, либо что это? Либо подстава какая-то, поэтому здесь как раз вот в первые дни, в первые часы, в первые недели, когда тема наиболее остра, ну, сторона защиты, я думаю, просто-таки обязана была бы все-таки на суд общественности представить свою версию событий. Тем более, что, обратите внимание, ведь не просто так, достаточно оперативно подобного рода новости появляются в медийном пространстве после того, как события произошли. И кто выступает автором этих новостей? Силовые органы, Следственный комитет, Федеральная служба безопасности. Как раз, вот при всем моем напряженном отношении с силовиками, но тем не менее, дураков-то там наверняка нет. И, соответственно, люди прекрасно понимают всю мощь и силу масс-медиа и пользуются этим инструментом, чтобы довести свою оппозицию. Да, самая большая потеря этих людей, которыми задерживают губернатора, министра, самого высокопоставленного, это то, что озвучил, наверное, Никита Юрьевич. Это не деньги и даже не свободы, это репутация. Ну, безусловно, безусловно. Просто в этой части репутационные потери сразу же не начинают нести, причем огромные потери. И очень странно, когда человек не пытается даже защищаться. Он чего? Хочет начинать общаться, обсуждать как-то свою оппозицию исключительно в суде, в качестве примера правильно выстроенной линии защиты и политики взаимодействия с средствами массовой информации, даже в условиях некоторого стесненного доступа к средствам массовой информации, могу привести пример господина Навального, который, опять же, в скорости ожидается в гости к нам в Ленинский районный суд. Мы это обсудим. Безусловно, но, тем не менее, просто когда шел еще первый процесс, который вел судья Глинов, ведь и федеральные средства массовой информации, и интернет-средства массовой информации все обсуждали, может быть, захлеб, употреблю такой аппетит, но, тем не менее, там действительно есть, что пообсуждать, было, и там достаточно широко освещалась не только позиция стороны обвинения, но, в основном, как раз, напротив, освещалась позиция стороны защиты, и, может быть, именно столь активное использование легальных средств взаимодействия с журналистами, с общественностью, и сыграло свою роль, и привело к тому, что господин Навальный, наш оппозиционер, в настоящий момент, языковое число, значит, в настоящий момент находится не в Селишской исправительной колонии, например, или не в Наринмаре где-нибудь, а у себя дома в городе Москве, где успешно проводят все новые и новые свои оппозиционные акции. — Чего тогда ждут, или на что надеются, упомянутые нами высокопоставленные чиновники задержанные? Вот это что за тактика такая? — А чёрт его знает, вот я боюсь, что здесь как раз никакой тактики-то и нет, то есть, может быть, как раз просто людям нечего сказать, и это самое, на мой взгляд, неприятное и наиболее вероятное одновременно. — А может быть, что-то и другое, ведь разные версии рассматриваются, например, очень странно смотрится ситуация, когда с сайта областного правительства, да, Кировского областного правительства, пропадают, ну, почти все новости, где фигурирует Никита Юрьевич Белых. Не только он, но в основном он. Остаётся буквально там десяток, например, наскрести из всех там тысяч, которые были. Правительство объясняет это тем, что сервер там рухнул, что там невозможно было остановить. Я такого не припомню. Вы помните, что такое случалось? — Нет. — А ещё интересно, что об этом никто, кроме кировских смен, не написал. — Очень глобальная тема поднимается у нас с вами. Ну, может быть, для, например, других региональных смешников, для федеральных средств массовой информации острота и живость темы, связанные с Никитой Юрьевичем Белых, в настоящий момент в значительной степени уже утрачены. И наверняка они ждут чего-то более масштабного, нежели просто удаления записей о бывшем губернаторе с сайта правительства кировской области. — Просто если бы он шёл по пути Навального, то, наверное, этот повод точно бы все озвучили. — Далеко не каждый может сознательно выбрать подобного рода стезю. Здесь, извините, что в одном, что в другом случае, никаких гарантий никто не даст. может быть как раз наши чиновники что Улюкаев, что Никита Юрьевич Белых слишком хорошо знают ту систему из недр, в которой они вышли, и как раз может быть и рассчитывают, причём я обращу внимание, это лично моё мнение, значит, может быть рассчитывают, что некоторая пассивность в защите, в доведении до средств массовой информации будет способствовать достижению того результата, который они ставят. вот завернул как. Грубо говоря, посидим, помолчим, То есть стратегия какая-то всё-таки позвоночное право в Российской Федерации существовало, существует и будет существовать. Соответственно, далеко... Позвоночное в смысле позвонку? Позвонку, да. Сленг у юристов очень часто используется такой термин позвоночное право. То есть не то, что в кодексе написано. Кто-то позвонит и защитит. Да, да, да. Ну посмотрим. Сейчас прервемся на одну минуту. Напоминаю, это особое мнение юриста Яныча Батарёв. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает юрист Яныча Батарёв. Ну, Навальный, о котором вы уже сказали, вернее, которого упомянули, дело его будет пересмотрено в суде. В каком суде? В Ленинском. В Ленинском суде города Кирова. И связано это с решением Международного суда ИСПЧ по правам человека. Как это процедурно будет все происходить? Ведь когда разбиралось дело Навального, там давали показания чуть ли не все бывшие и многие нынешние чиновники Кировского правительства. И в том числе Никиты Юрьевича Белыха. И в том числе Никиты Юрьевича. Их снова будет слушать? Да. Да? Конечно. Расскажите, как все будет? Ну, вот смотрите, основа уголовного судопроизводства состоит в непосредственности и устности судебного процесса. Судья должен непосредственно воспринять те доказательства, которые представляются как стороной обвинения, так и стороной защиты, оценить их и вынести свое решение о виновности либо невиновности человека, установив лимит его ответственности, назначив соответствующее наказание. В данном случае то обстоятельство, что Европейский суд по правам человека признал факт наличия ряда норм Европейской конвенции во время проведения первого процесса в Ленинском районном суде, установлен не только самим решением ЕСПЧ, но и подтвержден надзорным определением и постановлением Верховного суда Российской Федерации, которым все состоявшиеся судебные акты в отношении господина Навального отменены по делу Киров Леса и дело отправлено на рассмотрение по правилам суда первой инстанции в этот же суд, но в ином составе судей. Грубо говоря, дело по обвинению Навального и офицерова, вот, кстати, вот, 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 кого мне в этом деле жалко больше всех, так это вот Петр Офицер. будет рассматриваться заново с чистого листа, с стадии поступления материалов в Ленинский район и суд. Я думаю о том, что это уже произойдет достаточно скоро. Где-то я рассчитываю, что первые заседания начнутся, наверное, после новогодних праздников. Вот. И действительно суд, это уже будет не судья Блинов, это будет кто-то другой, кому-то повезет столь смертельную совершенно должность отправлять, будет рассматривать дело заново, изучать письменные доказательства, заслушивать заново показания свидетелей, задавать вопросы. Правда, здесь есть одно исключение, если в связи с течением времени, которое прошло, уже немало прошло его с момента даже последнего судебного процесса, стороны что-то забудут, то будут оглашаться письменные материалы дела и показания, которые стороны свидетеля давали на этапе предварительного следствия. Точно так же могут быть озвучены и показания данные в предыдущем суде, но это в виде исключения. И дальше по кончанию судебного следствия премии сторон суд будет заново разрешать данное дело и постановлять приговор. А вот вы сказали, что Никита Юрьевич будет опрашивать, а как это будет происходить? Ну, что вы, господи, техника не стоит на месте. Даже в гражданском судопроизводстве при рассмотрении гражданских дел очень часто используются средства видеоконференц-связи, когда осужденный, находящийся, например, где-нибудь в республике Мордовия, дает показания Кировскому суду, Ленинскому, в частности, районному суду города Кирова, с использованием средств видеоконференц-связи, то есть стильный мост. Как вы рассматриваете перспективы пересмотра этого дела? В какую сторону склонится суд в этот раз? Займет позицию, которую отстаивает ЕСПЧ, или все-таки будет твердо стоять на позиции Ленинского суда? ЕСПЧ не отстаивает никакую иную позицию и не предрешает вопрос о виновности или невиновности любого лица. ЕСПЧ фиксирует всего-навсего нарушения, которые были допущены судом в ходе рассмотрения дела, в данном случае в деле господина Навального Европейский суд по правам человека в Страсбурге сделал вывод о том, что господин Навальный и господин офицеров были лишены права на справедливый судебный разбирательство. Соответственно, в настоящий момент единственным способом восстановления такого нарушенного права, как мы прискорбны, является все-таки проведение нового судебного процесса, который будет проведен. Какое решение будет принято судом, простите, в настоящий момент ни один человек в этом мире сказать просто не может. И даже тот судья, которому не повезло и который будет назначен председателем Ленинского суда для рассмотрения данного дела, точно так же не может сказать о том, какой приговор, какое решение он вынесет спустя месяц, полтора, два, три. Ян Евгеньевич, а как тут в данном случае ничего не меняется или там какие-то наблюдатели приезжают? Ничего не меняется. Все то же самое процедурно, как было в первый раз, только с другим судьей? Только с другим судьей, такая же точная процедура, прокуроры, представители прокуратуры, подсудимые, защитники, свидетели, пресса, зрители, я думаю, что единственное, что, наверное, Ленинский районный суд города Кирова с учетом той практики, которую он получил при рассмотрении первого дела Алексея Навального, более подготовится к наплыву желающих послушать и посмотреть данный судебный процесс. Яныч Петарев, юрист, это его особое мнение в эфире нашей радиостанции и еще тоже о делах судебных. Верховный суд ведет запретные приговоры, которые основываются только на личном признании вины подозреваемых. Что последует? Ничего. Все будет ровно так, как и есть и сейчас. Давайте вспомним примеры какие-то. Как вообще это происходило раньше? Вот человек, который дает признательные показания. И на основании этих признательных показаний ему могли бы наносить обвинительный приговор. Почему могли и могут сейчас? Есть в Уголовно-процессуальном кодексе отдельная глава называется особый порядок постановления приговора. То есть тогда, когда уже в ходе судебного разбирательства по завершению предварительного следствия человек после консультации со своим защитником высказывает позицию в своем согласии с предъявленным ему обвинением. Суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства, без оценки доказательств. Решается вопрос исключительного меры наказания. То есть считается если человек говорит о том, что он ознакомился с предъявленным обвинением, он полностью согласен с ним, зачем суду тратить собственное время, нервы, силы, изучать доказательства, допрашивать свидетелей, если человек согласился с тем, что он виноват. я не думаю честно говоря о том, что подобного рода практика себя изжила и на самом деле здесь очень многие наши сограждане подобного рода нормами пользуются. Почему? Потому что постановление приговора без изучения доказательств на основании признания фактически согласия с предъявленным обвинением влечет смягчение наказания. Наказание не может превышает двух третей от максимально сурового наказания, которое предусмотрено соответствующей норме статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть, но треть кости называется. Соответственно, здесь я думаю, что как раз речь идет о чем? О том, что вот этот порядок он сохранится и останется. Просто наверняка скажут или напишут или в пленум внесут в отдельный сейчас обсуждается как раз постановление грядущего декабрьского пленума Верховного Суда о том, что признательные показания сами по себе не могут являться исключительным доказательством вины того или иного гражданина. Но во всех учебниках, начиная с времен небезызвестного Андрея Вышинского написано о том, что признание не является царицей доказательств и не может использоваться в качестве единственного доказательства. Я не думаю, что Верховный Суд опустится до цитирования прописных истин. То есть, на мой взгляд, здесь не совсем просто правильно до средств массовой информации вот эту новость событий попытались донести, хотя, опять же, не исключаю, что, может быть, введут какие-то фактически революционные изменения в действующем уголовном праве. То же, и тогда отменят особый порядок и скажут, что нет, невзирая на то, что человек украл кошелек, он признает, что он украл кошелек, он наверняка такое признание делает только лишь для того, чтобы ему было назначено наказание поменьше. Нет, давайте судить его обычным порядком и вместо пяти лет дадим ему шесть. Если законодатель такое предусмотрит, такое напишет в уголовном кодексе, значит так. А есть и другая еще сторона вопроса. Ведь много рассуждает насчет тех случаев, когда человек признает себя виновным и выкупает себе вот этот скошенный срок, представляя еще и других виноватых. И только на основании его слов этих людей призывают к суду и сажают в тюрьму. Ну, на самом деле делать это все не так. Обычно все-таки здесь не одним процессом ограничиваются, как минимум двумя, и мы с вами в настоящий момент видим подобного рода практику подкрепления приговоров, в частности, Кировским областным судом в настоящий момент рассматривается дело по обвинению Михаила Юрьевича Прокопьева. и многие мои коллеги, студенты задавали мне вопросы, почему так получилось, что часть эпизодов были выделены в самостоятельное производство в отношении ряда членов вот этого организованного преступного сообщества. Значит, для каких целей? На самом деле все очень просто. когда постановляется приговор в отношении второстепенных каких-то членов ОПС, Прокоповских, либо еще какую-нибудь структуру рассмотрим, этот приговор постановляется, вступает в законную силу с минимальными временными затратами и фактически к моменту вынесения приговора по основному делу суд имеет уже фактически приговор, который вступил в законную силу и прошел стадию например апелляции, обжалования, оспаривания, которые фактически содержат ровно те же доказательства, которые рассматривает и суд в этом деле. Таким образом, помимо собственных каких-то оценок тех доказательств, которые можно сделать, оценив материалы дела, суд может опереться и на вступивший в законную силу судебный акт, которым уже установлены какие-то обстоятельства, имеющие фактически преимущественные значения для рассмотрения данного сбора. Понятно ли? Я, честно говоря, уже на последних Ваших словах почувствовала себя студенткой где-то во второй половине лекции. Я не специально, это слова паразиты юридические. Ну что, это значит, что никаких особенных изменений я так понимаю, не будет сюда. У нас на самом деле с точки зрения юридической техники очень правильный уголовный уголовно-профессуальный кодекс. Наша беда заключается в том, прежде всего в том, что, к сожалению, источниками права у нас является не закон, а разъяснение, пленумы, постановление, сложившаяся судебная практика пресловутая и так далее. И здесь как раз законы-то хороши, а вот как их применяют, это уже вопрос. Вопрос задает Ян Евгеньевич Чеботарев, юрист. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, через 2 минуты снова в студии. Продолжается программа «Особое мнение», микрофон Светлана Занько, напротив меня юрист Ян Чеботарев, это его особое мнение. И все-таки Ян Евгеньевич нашел, за что зацепиться здесь в этих новостях, которые мы обсуждали по поводу новых процедур в суде, которые будут вводиться. Напоминаю, до эфира я спрашивала, до перерыва я спрашивала, что повлечет за собой распоряжение Верховного Суда о запрете на приговоры, которые основываются только на личном признании видных подозреваемых. В этой части Ян Евгеньевич сказал, что ничего особенного, и так все вроде было, и так и останется. А вот там есть другой еще нюанс, который я попрошу сейчас Ян Евгеньевича озвучить. Прокомментируем. На самом деле идет подготовка к Декабрскому Пленуму Верховного Суда Российской Федерации. Обсуждается достаточно широко проект постановления этого Пленума. Кому интересно, можно зайти на сайт Верховного Суда Российской Федерации и посмотреть проект. И там он публичный и вывешен. Рассматривается фактически запрет на механическое копирование обвинительного заключения и перенос текста обвинительного заключения в текст приговора. А вы так сказали, это флешечное право называется, да? Да. Значит, не секрет о том, что достаточно давно, когда только-только появились компьютеры, сторона обвинения прокуратуры вместе с материалами дела передает, говорят, что передавало судам либо дискетку, либо флешечку с текстом обвинительного заключения. Наверняка для того, чтобы облегчить работу специалистам суда, судья, чтобы не надо было перебивать содержание показаний свидетелей, можно было просто двумя клавишами скопировать блоком обвинительного заключения и назвать его приговором. И подписать внизу, например, срок 10 лет. Вот. И вот как раз обсуждается вопрос о запрете столь бездумного механического копирования одного документа в другой, причем указывается, что все-таки суды в приговоре должны излагать свое видение ситуации, давать свою оценку обстоятельств дела, позиции стороны обвинения, позиции стороны защиты, иное просто представляет из себя выхолощивание самой идеи правосудия. На мой взгляд, подобного рода запрет, который во многом является революционным, почему? Потому что он фактически означает признание обвинительного уклона, который у нас процветает в уголовном праве, и попытку преодоления этого обвинительного уклона. Я искренне надеюсь, что это первый пробный шаг, который приведет к существенному реформированию всей системы уголовного судопроизводства. Это можно только приветствовать. То есть мы можем себе представить, что в каком-то обозримом будущем увеличится количество приговоров, которые будут более мягкие, чем требует прокуратура, или оправдательных проговоров. Да, да, да. Это Ян Евгеньевич Чеботарев, юрист, это его особое мнение. Нас интересует судьба Сергея Александровича Доронина, который, как физическое лицо, объявлен банкротом сейчас. Двумя годами раньше предприятие, которое он курировал, Абсолют Агра, тоже было признано банкротом. Напоминаю, Сергей Доронин являлся лицом, которое обеспечивало кредиты этого предприятия. Да, он выступил просто поручителем. Это называется поручительство. Вот насколько теперь тяжела будет жизнь Сергея Александровича. Сможет ли он заниматься бизнесом дальше, сможет ли он получать кредиты, сможет ли он быть чиновником или депутатом. Расскажите. Тяжела и неказистая жизнь российского банкрота. Но, тем не менее, никаких существенных неудобств для господина Доронина эта процедура не повлечет. Все-таки процедура банкротства это не какое-то поражение в правах. Эта процедура предусмотрена в законном распределении имущества неисправного должника среди достаточно большого количества кредиторов. В настоящий момент по завершению процедуры банкротства суд может принять решение о погашении всех долгов гражданина, которые не были погашены в этой процедуре. И есть несколько последствий, с которыми господин Доронин столкнется. Это то, что в течение пяти лет после завершения процедуры банкротства он не сможет брать другие кредиты, не указывая, что в свое время подвергался процедуре банкротства. В течение трех лет с момента завершения процедуры банкротства он не сможет лично или через посредников принимать участие в управлении коммерческими структурами, предприятиями. Ну, собственно, все. Ну, да, он не сможет, опять же, в течение пяти лет самостоятельно обращаться с заявлением о признании себя банкротом повторно. Но любой кредитор, который может появиться и в последующем, точно так же будет иметь возможность заново инициировать эту же процедуру. То есть, если русским языком простым, более понятным, ничего страшного для господина Даруина не произойдет. Ну, как же ничего страшного. Ничего страшного. Бизнесом заниматься не может, консультировать не может. Консультировать, да, Господи, пожалуйста. Плюс, если... Управлять не может. Хорошо. Ну, если матушка господина Даруина, которая точно так же в настоящий момент в отношении которой возбуждено дело о банкротстве арбитражным судом вдруг откажется от ведения бизнеса... Она тоже была поручителем? Тоже была поручителем. Может, найтись какая-то другая родственница, которая все-таки сможет захотеть открыть собственный агрохолдинг либо какую-то иную коммерческую структуру. И, безусловно, господин Даруин сможет, оставаясь простым гражданином, избираясь кандидатом в депутаты различных уровней представительных органов и власти, заниматься консалдингом, то есть советовать своим родственникам, как лучше им распорядиться теми средствами, которые, безусловно, они накопили за многие годы трудовой жизни. Депутат банкрот, консультирующий бизнес. Ну, а почему нет? Наше законодательство весьма либерально к не только депутатам, банкротам, консультирующим бизнес, но и к обыкновенным гражданам. Ведь закон-то на самом деле писался не под господина Даруина, а под нормального, среднего человека. На самом деле он весьма был своевременен и абсолютно нормально применяется в настоящий момент. Им пользуются не только известные люди, либо люди, чьи имена на слуху, есть масса граждан, которые попали в достаточно тяжелую жизненную ситуацию и вынуждены использовать те нормы, которые представил им закон о нестоятельности банкротства. Вместо того, чтобы числить за собой постоянно многомиллионные долги, которые объективно имеют место быть у многих людей, получили возможность текст писать и начать все заново. Почему нет? Ян Евгеньевич, а вот практика все-таки еще свежая достаточно. Вы вот сейчас видите, что достаточно легко этот идет процесс. Легко признают людей банкротами или нет? Никаких сложностей в признании человека банкротом безусловно нет. Тем более, если человек будет писать заявление в арбитражный суд не сам, я сталкивался с весьма забавными произведениями народного творчества, а либо почитает закончик о банкротстве, либо найдет возможность с кем-то посоветоваться. Я думаю, проблем особых не возникнет. Это Ян Чебутарев, юрист, это его особое мнение. 2017 год снова выборный, а мы будем выбирать городскую думу, а следовательно будет решаться судьба главы города в виде мэра города. Напоминаю, сейчас у нас Владыкин, господин Владыкин, мэр, назначенный депутатами практически гордумы. Вот Наталья Зубаревич, известный эконом-географ, говорит, что возвращение выборов мэров крупных городов станет поворотной точкой, которая обозначит сдвиг от заморозки к развитию экономической ситуации в регионе. Вы с ней согласитесь? Если мы хотим лучше жить, мы должны сами выбирать мэра. Вот такая декларация. Ну, я бы, наверное, не так в лоб определение давал, но, тем не менее, я всегда считал и считаю, что прямые выборы любого чиновника, тем более столь высокого уровня, как мэр, как глава города, можно только приветствовать. Прямые выборы будут означать фактическую личную ответственность человека, выбранного населением. тем он будет более легитимен. Он будет сам понимать, что за его избранием стоят конкретные кировчане. И я очень сильно рассчитываю, что наше законодательство все-таки предусмотрит возможность не только прямых выборов мэра, но и прямого отзыва. Если он все-таки каким-то образом не оправдает доверие своих избирателей. Вот это было бы очень свое время. Хорошо. А сколько было времени дали народно избранному мэру на то, чтобы оправдать доверие или чтобы сделать выводы, что нет, пожалуй, у меня нет. Вот лично вы. Лично я? Лично вы. Ну, я бы, наверное, предусмотрел, что минимальный срок по истечению которого можно предусмотреть процедуру отрешения мэра от должности это год. Я думаю, что года достаточно для того, чтобы разобраться даже абсолютно постороннему человеку, не вхожему до настоящего времени в коридоры кировской власти, как устроена система управления городом, понять, как необходимо реформировать эту систему, как ее развивать. Плюс, опять же, не забывайте о том, что, на мой взгляд, для того, чтобы делать выводы о том, насколько хороший или плох тот или иной чиновник, не обязательно, что в течение года город мгновенно преобразился. Главное, извините, видеть тренд, что развитие идет, о том, что ситуация не представляет из себя какую-то стагнацию, дрейф в болото, а, извините, исправляется, дороги улучшаются, ремонтируются. Можно ли сделать вывод таким образом, что если Владыкин покажет за этот год тренд на улучшение благосостояния граждан этого города, то у него есть все шансы переизбраться и даже остаться на месте мэра, новой думы. Можно, да, я считаю, что да, хотя, конечно, говорить о том, что как-то деятельность мэра может повлиять на рост благосостояния граждан, несколько, на мой взгляд, неправильно. Может быть, они будут чувствовать себя счастливее немножечко. Вот это да. Это Яна Чеботарев, его особое мнение, у микрофона была Светлана Занько, наша программа подошла к концу, всем до свидания. Спасибо.